Добрый вечер, дорогие телезрители! В прямом эфире программа «Главная». Сегодня ее веду я, Нина Демогла. Сегодня очень интересная дата – 100 дней правления новой власти. Самое время дать оценку работы правящему большинству. Насколько успешен был старт и был ли он успешен вообще? Я предлагаю, чтобы окончательные выводы мы сделали после этого эфира, так как гостем сегодняшней программы является представитель власти, депутат парламента, представитель фракции партии социалистов, политолог Богдан Цырдя. Господин Цырдя, здравствуйте! Спасибо за то, что нашли время и стали гостем нашей студии. Вопросов очень много, поэтому предлагаю сразу с места в карьер. Многие мои вопросы сегодня будут основаны на вопросах, которые заданы телезрителями. Господин Цырдя, вы наверняка не раз сами слышали, что бутуют разные мнения по поводу деятельности правящего большинства. Есть, например, мнение, что с приходом новой власти в Молдове кардинально абсолютно ничего не изменилось. Есть мнение о том, что стало даже намного хуже. Многие люди считают, что новая власть пришла, но старая система, которая была создана прошлой властью, осталась. Наверняка вы это слышали, не так ли? Ну, я не только это слышу. Мне и пишут, и звонят, и рассказывают, и так далее. Безусловно, я задаю себе вопрос, а стало ли хуже. Может, и стало хуже Плохотнюку, наверное, демократам, всему этому картелю политическому, который связан с демократической партией. Это первый пункт. Насчет граждан и насчет системы, изменилось ли что-то или нет. Давайте посмотрим. У нас было явление захвата государства, которое было признано резолюцией Европарламента 14 ноября 2018 и также постановлением парламента 8 июня. Я уже не говорю про сотни статей и так далее. Что это значит? Это значит, что у нас был олигархический клан, который подчинил себе все государство. Полицию, и суды, и юриспруденцию, экономику, бизнес и так далее. Вот я задам простые вопросы нашим гражданам, в которых, в принципе, есть уже и ответ, с моей точки зрения. Вот скажите, пожалуйста, вы говорите, что ничего не изменилось и все стало хуже, да? Хорошо. Ну, я понимаю. Я даже знаю, кто, чье это мнение, понимаете? Наверняка вы мониторите. Я даже знаю, чье это мнение. Я спрошу простые, просто простые вещи. Вот вы говорите, полиция там беспредельничает. Это назовите мне хотя бы один случай, когда полиция остановила кого-то, забросила в тюрьму гражданина и убила его там, как в случае Брагутца, да? Взяли, остановили, убили под чутким руководством полицейских в пенсионерном учреждении. Такое есть? Нет, такого нет. А назовите мне хотя бы одну новую схему, хоть одну схему, которая была имплементирована, внедрена за последние месяцы. Ну, я имею в виду так, мелочи, типа кражи миллиарда, да, типа концессия аэропорта, типа прихватизации БЕМ за деньги самого БЕМ, да, типа отмывания 22 миллиардов долларов через банковскую систему Молдовы, или схема по контрабасу сигарет, да, когда мы знаем, что в 2012-2015 через Молдову на 3 миллиарда лей прошла контрабанда, это только по импорту, я вам говорю, сигарет. Вот одну схему назовите, или, допустим, хоть одну прихватизацию. Вы мне можете назвать вот одну грабительскую приватизацию, которая прошла с июня по сентябрь, вот за эти 100 дней? Скажите, пожалуйста, отдали... Нет, дайте я закончу просто эту мысль, мне очень интересно. Вот скажите, пожалуйста, отдали Эйру Молдову, допустим, у нас приватизировали сейчас хоть одно крупное предприятие. К примеру, как Эйру Молдова стоила 2 миллиарда с чем-то, продали ее за 50 миллионов лей. Деньги, кстати, до сих пор непонятно, пришли, не пришли, в чей карман пришли и так далее. Или как табачку, понимаете, за 8 миллионов евро. Или как БЕМ отдали, или виброприбор, тракон и так далее. То есть дело, что это не будет за 3 месяца? Конечно, конечно. Вы вспомните, когда в 2016-м пришла к власти Демпартия. Они на второй же день, правительство Филиппа, на второй же день, буквально. Вот ночью они отдали, Филипп там отдал, побожился там, я не знаю, на Библии, на Коране, на Камасутре, я не знаю, на что он там поклялся, да, перед Тимофтией. И на второй же день отдал 40% территории в концессии, в концессию. Американскому офшору Фронтера Ресурс Салтеде. По сей день этот офшор не внес ни одного лея, ни одного лея в казну страны. Я только одного не могу понять и хочу спросить лично Павла Филиппа. Он отдал эту землю в концессию вместе с крестьянами или без? Вот только это я не могу понять. Поэтому я вас еще раз спрашиваю, хоть одна схема была за это время, хоть одна приватизация была, хоть одно убийство лидера оппозиции, одного политика, вот как в случае с Бутмалаем. В 2014 году, помните, в ноябре парламентские выборы, человек хочет выйти с пресс-конференции по краже миллиарда, и на второй день его находят с двумя пулями во лбу и говорят, что он убился, понимаете, то есть это самоубийство. А история с Лункашем вам не кажется странной? История с Лункашем, мне кажется, странной, мы к ней вернемся, но Лункашем не политик, Лункашем не светился, Лункашем никому не переходил дорогу, я имею в виду из нынешних политических акторов, которые сегодня находятся у власти. И последний момент для меня очень интересен. Еще один вопрос, а хоть один активист, хоть один политик сегодня был, из оппозиции той же хотя бы, был вот так схвачен и посажен в тюрьму. Наоборот, все активисты политические, все политзаключенные были освобождены. Тот же Петик, которого осудили по беспределу, тот же Баубачану, которого обвинили якобы в шпионстве в пользу России. Что он там продавал им, какие секреты. Наверное, структуру наших атомных подводных лодок, расположение наших ядерных боеголовок и так далее. Вот из всего этого, понимаете, ничего нет. Люди задышали легче. Ни один бизнес ни у кого не был отнят по беспределу. Наоборот, господина Трангл, владельца Ленди Спица, с почестями освободили, понимаете. Бизнес ему вернули. И таких казусов нет. Другими словами, когда нам говорят, вывод простой, когда нам говорят, что система олигархическая, феодальная, которая была при Плохотнюке, сохранилась, как минимум лукавит, понимаете. И те, которые сегодня это говорят, при Плохотнюке они молчали, как мыши. Понимаете, просто как мыши сидели, молчали. И слово Плохотнюк, когда их спрашивал, скажи что-то про Плохотнюка, он начинал заикаться, понимаете. И это слово не мог выговорить даже с хирургическим вмешательством. У них тогда отцепняли языки, понимаете. У них тогда столбняк полный появлялся по всему периметру тела, да. А сейчас они заговорили про беспредел Санду, Додона и так далее. А в чем беспредел, ребята? Поэтому еще раз говорю. Система изменения есть. Стала чуть свободнее. Стала чуть дышать легче. Можно говорить уже, понимаете. Что есть улучшения реальные. Да, здесь действительно можно спорить. Проблемы есть, проблемы хватают. Но олигархическая система, она все-таки сегодня проходит через определенную либерализацию. Мы идем в первый этап, когда мы Демпартию пытаемся вытащить со схем всяких. Вытащить ее, оторвать ее монополии, разрушить ее схемы. Оторвать ее от рычагов власти. И нам это удалось пока частично на центральном уровне. На местном уровне. Понятно, что Демпартия продолжает контролировать там все, что угодно. От директора школы до уборщицы, понимаете, в любом медпункте. У них ведь так было. Если ты не написал заявление, все, ты не можешь быть даже уборщицей в этом медпункте. Поэтому на местах система сохранилась. Но в центре, в Тишиневе, на уровне госаппарата и так далее, система все-таки изменилась. И все-таки какие-то изменения пусть и легкие есть. Хорошо, господин Сердя, по поводу дышать стало легче. Вы знаете ли вы то, что граждане, например, негодуют из-за того, что на 20% было увеличение НДС для рестораторов, для владельцев гостиничного бизнеса, кафе? Конечно, это больше вопрос к правительству. Но, может быть, вы ответите из-за ваших коллег, почему правительство сочло это нормально? Почему парламент промолчал? Известно многим, что это было требование МВФ. И почему, например, парламент... Почему прогнулись под МВФ, да? Почему вы не настояли на разрешении этого вопроса иначе? Знаете, настоять-то настояли. Да, было и заявление президента. Я вам объясню. Было заявление президента, который говорил, что нужно пересмотреть налогово-бюджетную политику. Что некоторые пункты из этой налоговой бюджетной политики действительно бьют по бизнесу, бьют по определенным социальным категориям. Это первый пункт. Второй пункт. Президент требовал, да, предлагал, чтобы в переговорах с МВФ мы все-таки защищали нашего производителя. Но произошло, как всегда. Произошло что? Наверное, да. У нас все наши правительства, красные, белые, голубые, какие они там не были, да, они все, у них уже рефлекс выработан, понимаете, перед МВФ. У всех правительств. В 2006 году МВФ сломал через колено правительство Тарлева, да, ПКРМ. Приняли тогда программу приватизации. Сто с чем-то предприятий выставили на приватизацию. В 2006-м прогнули Филата, для того, чтобы начать оптимизацию школ, оптимизацию больниц и так далее. Оптимизацию социальных структур, уменьшение зарплаты. В 2016-м пришла очередь Филиппа стать в позицию, да, перед МВФ. Когда продолжилась и оптимизация школ, когда продолжилась оптимизация госаппарата, когда приняли закон о миллиарде, напомню вам, который украли они, оплатить должны мы и все остальные граждане. И вот сегодня правительство тоже пошло наикратчайшим путем. Но я вам задам просто, я себе то есть задам вам и телезрителю, а скажите, пожалуйста, а что делать? Я понимаю, вот этот налог, о котором вы говорите, называется налог хорека, то есть hotels, restaurants, cafes, да, гостиницы, ресторанты и кафе. Я понимаю, что сегодня гостиницам, как Джоли Алан, Нобил, Кодру, очень тяжело, понимаете, их владельцы голодают, да, то есть и Плохотнюк, и так далее. Им тяжело, я согласен. Плохотнюк, миллиардер Берштейн, миллиардер Плохотнюк голодают, и по ним очень сильно ударит повышение НДС с 10 до 20. Также голодают и владельцы ресторанов. Им тоже тяжело. Я согласен, там, вот, допустим, рестораны пятизвездочные, Ми Пьячи, Миадора, да. Ладно, пятизвездочные, да. А те рестораны, где, я знаю, очень много семейных бизнес, рестораны? Госпожа Демокрова, им тяжело, вы согласитесь, правильно? И этим кафе, типа, такси-блюз, или Эндис Пицца, у них 50 кафе уже и в Румынии, им тоже тяжело. Я согласен, что они почти голодают. А что делать? Взять пенсионерам, поставить налог, когда бюджет, дыра в бюджете была, пять миллиардов лей. Наши друзья, в кавычках, демократы, взяли в декабре, дали пенсионерам по 600 лей, потом, в марте, дали опять, в апреле, дали опять по 600 лей, подарок лично от Плохотнюка, да. Он взял из бюджета, сказал, что я вам дарю деньги. И оставил пустым бюджет. И сегодня дыра в пять миллиардов лей. Что делать? Вот я спрашиваю, что делать? Поставить ресторанам, вот это, повысить этот НДС с 10 до 20 процентов. Или пенсионерам. А может, учителям? А давайте треснем, понимаете, медиков. Они же зажрались. Давайте, а в чем проблема? А мне кажется, я вам объясню быстро, чтобы закончить эту тему. Да, лично я, президент страны выступал против. ПСРМ выступила против вот этого увеличения с 10 до 20 процентов налога на НДС, на рестораны, гостиницы и так далее. Потому что это действительно бьет по туризму. Это действительно бьет по туризму. Это у нас такая зарождающаяся отрасль. Но на данном этапе, на данном этапе, я не вижу, где поднять еще можно налоги. С кого, понимаете? С кого поднять? При пустом, повторяюсь, при пустом бюджете. Был бы у нас, был бы у нас рост, как в Китае, по 20 процентов ВВП. Понимаете? Или инвестиции там, как в Дубае, когда они уже этими миллиардами в собак бросают, они знают, что за деньгами делать. Тогда был бы другой вопрос. А здесь пустой бюджет. Инвестиции 150 миллионов, 200 миллионов долларов в среднем все эти годы были. Внешний долг 2 миллиарда долларов. Внутренний долг 21, 22 миллиарда лень. Это в месяц украденными миллиардами имею в виду. 22 миллиарда лень внутренний долг. Откуда брать деньги? Как платить зарплаты? На железной дороге полгода люди не получают. Даже калошами, как в 90-х, не получают. Понимаете, деньги. В других институтах тоже. Нет, задолжен по зарплатам. Что делать? Вот и пошли на этот путь. Правительство в этой ситуации кризисной решило, понимаете, пойти наикратчайшим путем, чтобы не терять время вот в этих, как бы вам сказать, бесконечных переговорах с МВФ, в результате которых ничего они не добьются, по большому счету. МВФ будет стоять на своей позиции. Поэтому и приняли вот именно это решение. Болезненное, но в нашем обществе, я считаю, что должна быть и социальная солидарность какая-то. То есть, те, которые побогаче, должны все-таки делиться своим избытком с другими социальными категориями. Потому что иначе никак. Что делать, если такая ситуация? Просто об этой ситуации выступали и экс-министры финансов. И о такой ситуации не говорили. Говорили о том, что все в порядке. И такие моменты, о которых вы сейчас рассказываете. А что должен говорить экс-министр финансов? Вот если бы вы были, вы бы что сказали? Вот, допустим, вы были министром финансов. И вам говорят, вот дыра в 5 миллиардов. Вот розыгрыш. Но у госслужащих, он уже говорит так, как есть. Вот инвестиции в 200. Нет, вы говорите, да вы что скажете? Ой, да, беда, это я виноват. Вот меня возьмите и на кресте распятие публичное. Произведите вот на мне. Конечно, нет. Он скажет, он видит со своей точки зрения. Новое правительство пришло, оно видит, что есть серьезные проблемы. Поэтому пошли по этому пути. Еще раз повторюсь. Мы с этим решением не согласны. И я надеюсь, что президент сдержит свое слово, которое он дал. Что по ходу, то есть уже осенью, при принятии новой бюджетно-малоговой политики, эти ставки будут пересмотрены. И уже с января 2020-го, надеюсь искренне, что их понизят обратно до той ключевой ставки, которая была ранее. Хорошо, скажите, пожалуйста, на днях президент Игорь Дадон заявил о том, что Кишиневский аэропорт, договор о концессии будет расторгнут. Кишиневский аэропорт вернется, так скажем, в утробу государства. До этого, незадолго до этого, депутаты из правящего большинства, ваши коллеги, так скажем, по конгломерату или союзу, вы там по-разному выражаетесь и называете его. Но они говорили о том, что если сейчас расторгнуть этот договор, то Молдова будет платить многомиллионные штрафы и убытки нести. Как это вообще понимать? То есть одни представители власти говорят одно, а другие говорят другое. Есть ситуация вообще очень сложная и очень запутанная с этим аэропортом. Вы же понимаете, что, ну как понимаете, все наши граждане знают, что этот аэропорт был сдан в концессию, мягко говоря, по беспределу, с нарушением многих законов и так далее. Вы думаете, Ротшильд это не проверил до того, как он заключал договор? Вы думаете, Ротшильд дурак? Конечно, все проверил. Было четыре постановления правительства, в результате которых 29 августа 2013-го под мудрым руководством Юрия Лянка, который и до этого продал всю страну, понимаете, до гроша ограбил всю эту страну и догола раздел всех наших граждан. Он решил отдать и контрольный выстрел. И 29 августа отдал еще и аэропорт, и Бен в придачу. В тот же день отдал многоуважаемую Илану Мироновичу Шору. И что произошло дальше? Дело в том, что он отдал аэропорт в концессию компании Авиаинвест. Так эта компания Авиаинвест с 2013 по 2016 года раза в четыре, наверное, поменяла собственников. То есть она переходила, да, как из рук в руки, понимаете, как волейбольный маня. Мяча, может, и похлеще было, да. То есть в конце концов уже все запутались и не понимали, а кто же контролирует этот аэропорт, да. Хотя все понимали, что там Плохотнюк и Шор, их интересы, да. Но переходил, меняло постоянно собственников. И что вы думаете? Когда пришла новая власть, 8 июня было принято постановление парламента о захваченном государстве. Потом мы имели, если где-то даже записывал по этому аэропорту, у нас был принят 19 июля мораторий по приватизации и концессиям. То есть правительство, да, парламент принял постановление, которое запрещает органам власти проводить приватизацию и госсобственности и сдавать в концессию новые объекты госсобственности. Хорошо. Более того, Денпрокуратура, было заседание Совбеза во главе с президентом, да. И там было принято решение о возврате аэропорта в собственность государства, расторжение контрактов с Авиаинвест и приостановление, да, и наложение ареста на имущество компании Авиаинвест в Республике Молдова. На второй день Денпрокурор вроде бы с его слов так и сделал, по крайней мере я видел пресс-релизы, все граждане видели, что наложен арест на имущество Авиаинвест, на аэропорт. Там были маски-шоу, вспомните, приходили, искали там что-то. И после этого мы увидели с вами пресс-релиз господина Ротшильда, который заявляет, что я встретился с министром экономики, я встретился с премьер-министром. И я купил аэропорт. Все люди были в шоке. Что происходит? Как неужели Ротшильд врет, да? И как он мог купить, если наложен арест на компанию Авиаинвест, как он мог на активы, то есть компания Авиаинвест. Что происходит? И неужели встречался господин Бронзан с товарищем Ротшильдом? Потом через пару дней господин Бронзан, министр экономики, признался, что у него была встреча. Я об этом заявлял, я повторюсь еще раз. Я считаю, что господин Бронзан совершил определенную ошибку. Да, и Майя Санду работала в Международном банке, в Всемирном банке, да, консультантом. И господин Бронзанюк, да, он тоже работал в финансовых структурах. И он знает, кто такой Ротшильд. Он знает, как работают вот эти финансовые пирамиды, как работают эти финансовые международные институты. Что для таких кланов, как Ротшильд, раздавить такую страну, как Молдова, там, он раздавит и не заметит. Понимаете? Хорошо, вы верите в то, что они встретились просто из любопытства с ним? Так он признался, господин министр признался, что встреча была, понимаете, что мне, верить, не верить. А он объяснил, что он признался. Ну, мотивы встречи, задачи, цели встречи, хорошо, просто из любопытства. Он признался, что встретился, и премьер-министр тоже, по-моему, заявил об этом. И даже сказал, он сказал, что его поставили перед фактом, что вот процесс покупки активов авиаинвест уже произошел. Но у меня все равно, как и у граждан, остается неясности. Во-первых, как можно было купить, понимаете, такой актив, да, если он, во-первых, токсичный актив. Господин Ротшильд не мог не знать, что концессия была незаконной, что авиаинвест, фирма с подмощной репутацией и так далее. Хорошо, что за этим кроется? Так объясню. Почему господин министр встретился, мне трудно понять. Почему он не сказал в лицо господину Ротшильду, что это токсичные активы, мы его вернем и будем делать все возможное. Мне тоже непонятно. И более того, почему в тот же день, после этой встречи, он должен был сразу выйти на пресс-конференцию и заявить, вот была встреча, вот я сказал ему, раз, два, три, четыре, пять, и вот мы будем делать раз, два, три, четыре, пять, чтобы вернуть аэропорт. Ну, на сегодняшний день могу вам сказать однозначно, что да, активы компании авиаинвест, не аэропорта, а авиаинвест, которая взяла в конце свой аэропорт, они были проданы Ротшильду. Ну, активы аэропорта самого арестованы, да, скажем так, наложен арест демпрокуратурой, здесь надо разобраться еще, что они там арестовали, кого как. И три, Министерство экономики начало процесс посредством агентства публичной собственности, уже начало процесс обращения в суд для того, чтобы расторгнуть контракт, концессии на 49 лет вот с этой компанией авиаинвест. И мы надеемся, да, что это чем-то закончится, хоть каким-то позитивом. Каким позитивом, например, это может закончиться? Ну, я надеюсь, что у нас... Тем, что мы будем выплачивать многомиллионы штрафы? Понимаете, я надеюсь, что эти штрафы мы выплачивать не будем, потому что там действительно, во-первых, концессионер не внедрил инвестиций, это раз, да, он обещал там пару десятков миллионов евро, ничего из этого вложено не было. Это первый пункт, да, то есть он нарушил условия контракта о концессии. И более того, более того, менялся сам собственник. Мы заключили с одним собственником, сегодня у нас другой собственник, да, то есть это тоже должно быть фактором, понимаете, в этом расследовании. Но все зависит от того, по договору имели ли право они перезаключать и перепродавать это все. А если там был этот нюанс? Госпожа Димолова, что интересно, я вам скажу, дело в том, что все эти договора были секретными, понимаете? Они были секретными, они были засекречены и по Табачке, и по Ермолдове, и по концессии аэропорта. Это были секретные, вы представляете себе, секретные договора на 25 лет засекречены фактически, да? То есть ни одного пункта из этого договора я, допустим, не видел. И вы тоже не видели, понимаете? И граждане тем более не видели. Видели этот договор только представители комиссии парламентской, которые входят в эту комиссию, которым показывают там чуть ли не с 10 метров, да, разрешают с биноклем посмотреть там вот на определенный, без того, чтобы взять в руки и так далее. Вот до чего дошли, до такого маразма, понимаете? Все было секретные постановления, все были, было секретные договора, понимаете? Все были секретные схемы. И вот сейчас мы пытаемся во всем этом, во всех этих схемах господина Шора, Плохотнюка и так далее разобраться. И никак разобраться не можем. Но я уверен, что к середине октября, в середине октября, самое позднее, да, выйдут вот эти две комиссии по краже миллиарда и комиссия по приватизациями, концессиям, да, которые четко выдадут свою позицию, скажут, как вернуть все эти активы, кого посадить, у кого что конфисковать и так далее. Это будет где-то к середине октября, пока собирается весь материал для судебных разбирательств. Хорошо, подождем. Вы в своей книге «Олигархическая Молдова» после этого постоянно рассматриваете эту тему, очень глубоко вникаете. Вчера прошла информация о том, что тут он, СТЦ, возможно вернуть государственную собственность. Есть, есть такая информация. По крайней мере, фирма «Люклич»… Там все так же сложно, как и с аэропортом? Нет, там чуть попроще. Хотя тоже, насколько я знаю, не хочу вводить в заблуждение телезритов, насколько я знаю, там контракт, договор тоже был секретным. Стоило, продали, значит, эту табачку, которая стоила, с нашей точки зрения, в зоне миллиарда долларов, оценивали ее некоторые эксперты. А продали? Продали ее за 8 миллионов евро, 162 где-то миллионов лей. Слава Богу, хоть деньги получили, понимаете, этот покупатель оказался более порядочным по сравнению с тем, с другими. Ну, кому-то может показаться смешным, но мы продали БЕМ, где 37 территориальных структур, 540 агентств, 8 миллиардов лей активов, самый крупный банк, 202 миллиона с половиной депонентов, мы продали БЕМ за деньги БЕМ. Мы не получили ни одного лея за самый крупный банк страны, вы понимаете? Так тут, слава Богу, 160 миллионов дали, живые деньги, они в казну попали там. Ну, надеюсь, казну они к Плохотнюку, да, здесь тоже надо разобраться еще. Но, по крайней мере, были деньги, да, кто-то видел. Говорят, видели, трогали даже, да, и так далее, да, уже где-то эти деньги, другое дело. Так вот, здесь есть шанс, по крайней мере, об этом говорит президент, об этом говорит председатель комиссии по консессиям и приватизациям, господин Мунтиан, что Эйр Молдова, Эйр Молдова, табачку можно говорить однозначно, а президент говорит, что Эйр Молдова нужно сделать все возможное, чтобы вернуть. Эйр Молдова же тоже, я вам напомню и телезрителям, ее цена при продаже составляла миллиард 200 миллионов лей. Я просто писал сейчас много статей по приватизациям, краж миллиарда, бенда, миллиард 200 миллионов, а мы получили сколько наручить? Знаете, сколько получили? 50 миллионов лей. 50 миллионов лей. А вы знаете, что, я не знаю, как насчет табачки, но знаете, что люди не верят в то, что аэропорт может быть возвращен. Вот вы бы, например, ради интереса, просто из любопытства, встретились бы с Росшильдом? Я бы встретился, вопрос, а он бы со мной встретился? Нет, да. Как такое, понимаете? Для того, чтобы встречаться, чтобы он со мной встречался. Большинство общественности не верят, что чисто из любопытства госслужащие встречались с ним? Знаете, у народа есть право в этом сомневаться. И я думаю, что господин министр экономики имеет шанс развеять все эти сомнения именно своими действиями конкретными по возврату аэропорта. Потому что это стратегический объект. У нас один аэропорт был, международный тот, взяли, отдали. Один единственный банк государственный, бем, взяли, отдали, да еще и на шару. Единственный тракторный завод, понимаете, продали по частям. Зайдите сейчас строком, что там. Хорошо, где посадки, как сказал бы Владимир Владимирович? Посадки кого? Вот вы сейчас рассказываете про тракторный завод, вы сейчас рассказываете, вы в своих журналистских расследованиях постоянно раскрываете какие-то новые-новые схемы, какие-то новые очень деликатные моменты. Вы сегодня являетесь не просто журналистом, вы являетесь депутатом парламента. Вы уже три месяца находитесь у власти. Вот мы говорим, говорим, мы встречаемся в этой студии, мы говорим, какие-то парламентские комиссии создаются, какие-то правительственные комиссии. Где ответ? Я вам скажу так. Сергеевна. Сергеевна, да. Вы говорите, вот я депутат, три месяца уже, я у власти, я вам скажу, ну как, всем правительством рулит Майя Санду, понимаете, а отчитываться должен я, как депутат. Но вы же согласились прийти в эфир? Вы знали тему программы? Нет, слушайте, я согласился прийти в эфир, потому что вы меня пригласили, и мне неудобно было отказать. Но не все представители власти соглашаются, поэтому мы задаем вам эти вопросы. Я вам постараюсь ответить на эти вопросы насчет посадок. Давайте вспомним, 8 июня было создано правительство, да. Без света, без газа, без электричества, без интернета, да, собрались, сидели в темных залах этих, благо посольства там были, послы там были и так далее. 14 июня, только 14 июня Плохотнюк подал в отставку, ну как бы смотался, да, в Флориду, а потом вот в Лондон. 16 июня Майя Санду вошла в правительство, да, вот 16 июня она вошла в правительство. Демпрокурора, вот я, к сожалению, у меня нет сегодня этих, этой точной даты, но демпрокурор, по-моему, был назначен где-то месяц назад, понимаете. Не демпрокурор, стойте, а исполняющий обязанности демпрокурора, который пришел в демпрокуратуру, говорит, дайте мне досье по краже миллиарда. Сидят там 50 прокуроров, с этими вот фейсами, понимаете, как в психиатрической клинике у нас, у некоторых, да, смотрят с этими фейсами, говорят, да нет, мы не знаем где он. Это смотрят на них уже с таким же лицом, наверное, я предполагаю, да, говорю, как, не знаете где, а так не знаем, а дайте отчет Кроуну хотя бы, Кроуну 2, мы хотим посмотреть, там же должен быть список бенефициаров. Люди опять смотрят, а мы не знаем где он, он, наверное, в нацбанке, спрашивает нацбанку, нацбанку говорит, а я тоже не знаю, я отдал антикоррупцию, и вот так они сбрасывают, да, то есть новый демпрокурор пришел только месяц назад, полный саботаж, это раз, самого демпрокурора, да, исполняющего, два, все документы, многие документы, уголовные дела и так далее, спрятаны, разрушены, проданы, черт его знает, что с ними уже произошло, да, их нет, просто-напросто материалов, да, это второй пункт. Третий пункт, третий пункт, сами эти прокуроры боятся, понимаете, из своей тени, вот они ходят, да, они ходили вот так все время под Плохотнюком, при Плохотнюке, понимаете, вот в такой позиции многие ходили. Сегодня власть поменялась, и они не знают, что делать, ходить так перед новой властью, или дальше ходить так перед Плохотнюком, понимаете, они в очень деликатном положении, эти прокуроры, и они сидят сейчас, боятся, из этого страха, знаю, как змея, когда сидит, и жабу там, да, или мышь какую-то, вот смотрит и парализовала их, вот так Плохотнюк сегодня на этих прокурорах имеет такое воздействие, да, они парализованы страхом, кто-то страхом, боятся, что придет Плохотнюк к власти снова, и Павел Филипп заявил, две недели назад, он заявил прокурорам, ой, господа прокуроры, вы там аккуратней по отношению к нашим с уголовными делами и с посадками, потому что мы придем к власти, вам мало не покажется, он это заявил публично, вы понимаете, публично, и вот эти прокуроры взят парализованный, кто еще на зарплате у Плохотнюка, кто боится как огня, Плохотнюка и как чумы, понимаете, бубонной, с другой стороны парализуют саму деятельность генпрокурора, и вот мы, с другой стороны, вот выходил один депутат, говорил, что у нас есть такие намеки со стороны наших внешних партнеров западных, да, что не надо по беспределу сажать, да, не надо та, вот поймал, да, и как у нас есть один активист, любого прокурора, который увидит, он его то ногой под зад, то шалобан ему даст, то еще что-то, да, это тоже не метод, надо медленно, надо подготовить базу, подготовить головные дела, подготовить доказательства, подготовить, как вам сказать, все процессуальные процедуры, да, и так далее. Поэтому я вам скажу такой момент, один момент положительный, на днях комиссия по миллиарду, по миллиарду, обратилась, парламентская комиссия по миллиарду, Сусарь обратилась в генпрокуратуру с предложением, ласково предложили-то открытие уголовной дела завести на господина Лянху, он же орденоносец республики, ухал Бен, получил орден республики, на господина Лазаря, насколько я помню, министра экономики, он тоже, кстати, отдал Бен, получил орден, горе мучи, если я не ошибаюсь, в тот же день, и на Драгуцану, президента Нацбанка, да, который тоже там орденоносец, но он, в отличие от этих двух, еще получил где-то то ли 600, то ли 700 тысяч лей, после того, как содействовал краже миллиарда, краже Бен и так далее, получил медаль, получил еще один миллион, да, и ушел, получено в отставку. То есть вот на этих граждан уже есть открытое обращение комиссии против четырех, и по-моему на министра Рапу, если я не ошибаюсь, есть обращение против четырех граждан со стороны парламентской комиссии, чтобы было заведено уголовное дело. И прокуратура, кстати, кстати, прокуратура сказала, что по факту данных деяний уже начато уголовное расследование. Это первый момент. Второй момент. По высоте ответственных учреждений тоже уголовное дело. Второй момент вы расскажете после короткой рекламной паузы, она пролетит незаметно, не переключайтесь. Итак, дорогие телезрители, мы вернули студию. Напомню, что в прямом эфире программа «Главное». Сегодня мы подводим итоги 100 дней правящего большинства. В гостях у нас депутат парламента, представитель фракции партии социалистов, политолог Богдан Сырдя. Господин Сырдя, в продолжении нашей беседы, значит, вы уверяете нас в том, что медленно, но уверенно прокуратура движется вперед по стратегически важным, так скажем, и волнующим общественность делам. Я убежден, что будут громкие уголовные дела, будут громкие уголовные процессы и убежден, что воры будут сидеть, понимаете. Ведь не просто так Илона Шора отдали в международный розыск и сняли иммунитет, это раз, да. Два, не просто так уже сегодня собирается материал для уголовного дела против Плохотнюка. Есть и обращения, есть и министр внутренних дел, обратился в прокуратуру, и сам он собирается, эти материалы, и в Швейцарию обратились, и в ФБР. В ФБР, да, обратились по краже миллиарда и так далее. Но найти-то его не могут? Ну, не могут. В Лондоне смотрят, наверное, программу. Кто-то говорит в США. Ну, он был в США вначале, да, через Приднестровье. Он улетел в США, говорили про Майами, а тут он уже вернулся обратно в Лондон. Такое, как рай для всех беглых олигархов со всего мира. Будь то Березовский, будь то казахские олигархи, да, или молдавские олигархи, они все там. Даже искать не надо, понимаете. Пошел в Лондон, они там. Но он может жить там, может, себе заботно. Я убежден, да, что будет собрано буквально к середине октября, да, месяц октябрь, да, ноябрь, они будут ключевыми в этом плане, что будет много заведено уголовных дел вот против этих главных фигурантов всех этих приватизаций БЕМ, кража миллиарда, консессия аэропорта и так далее. Все эти фигуранты, все, кто были министрами, все, кто подписывал, все, кто были бенефициарами консессии аэропорта, приватизации БЕМ, кражи миллиарда, да, все эти господа, все эти господа, они сядут в тюрьму, и не только они. Я думаю, что и другие господа, вот вы видели, что на днях, буквально позавчера, по турецкому казусу, кейсу, да, то есть высылки турецких учителей, уже был арестован замдиректора СИБА Александр Балданов. Да, и господин Дадон хочет встретиться с Эрдоганом. А почему именно сейчас? И полгода не прошло. Знаете, ООН хочет встретиться с Эрдоганом, потому что у президента, во-первых, есть, я бы назвал это какой-то личным общением, да, с господином Эрдоганом. Напомню вам, что господин Эрдоган внес где-то в зоне 15 миллионов евро, да, если не 20, в ремонт президентуры. Я уже не говорю, что сколько он там в Гагаузию вложился, около 40 миллионов, плюс-минус, да, в этой зоне. Я думаю, больше. На такие, думаю, больше даже, да, на такие мощные проекты, которые были в Гагаузии, да, Камрад, там, Чадер-Лунга. Канализацию сейчас изучают и внедряют идею вулканешных, кстати. Тоже на проектах Эрдогана, лично Эрдогана, понимаете. И, безусловно, коммуникация с Эрдоганом, с Путиным для Игоря Николаевича является стратегическим. А то, что вы говорите, что почему сейчас, возможно, да, что оно связано вот с этой проблемой турецких, высылкой турецких учителей. Но это понятно, тема обозначена, что он будет именно по этому вопросу с ним встречаться и говорить, почему именно сейчас. Так как, почему именно сейчас? Потому что сейчас эта тема стала объектом обсуждения в Комиссии по национальной безопасности. Я вам напомню, что на днях, на днях буквально проходило заседание по этой теме. И в результате расследования данной комиссии пришли к выводу, что господин директор СИБА Ботнарь, да, дальше замдиректор Болтага, потом эта женщина, которая по бюро по миграциям и так далее, которые отстранили на днях, они напрямую были ответственны за этот случай. А что это была просьба? Перед кем они были ответственны? Кто давал такой запрос, что руководитель СИСа был ответственен за эту операцию? Знаете, госпожа моя, Санду потребовала ареста Василия Ботнаря, да, директора СИБА. И произошел арест этого Александра Болтага, да, замдиректора. Но дело в том, что сам Василий Ботнарь признался, что это была его инициатива, как бы, да. Когда он признался? Да, это было буквально на днях, на слушаниях комиссии, по-моему, он сказал, что это было. По чьей просьбе тогда удействовало? Вы знаете, я не думаю, что... Вот я здесь господину Ботнарю не очень верю, в каком плане не верю, да. Он берет все на себя, но я думаю, что это было, скорее всего, с подачи самого Плохотника. Потому что никто, никто в этой стране не пошел бы на такие действия, да, на такие действия без личного согласия, а я бы сказал, приказа господина Плохотнюка. Почему он это сделал, да, какие там, он, может, бизнес-кейсы какие-то решал, да, бизнес-проблемы. Потому что мы видели, там по банкам были какие-то движения, да, в банковском секторе, там были по другим направлениям определенные движения. Господин Эрдоган подарил там пару этих машин для разгона демонстрантов и так далее. Какие там у них были договоренности, здесь нужно разобраться, да, но то, что исходило от самого Плохотнюка, это для меня очевидно. Более того, учитывая, как агрессивно демократическая партия пыталась это перебросить на Додона, на президента. Хорошо, с кем Плохотнюк коммуницировал по этому вопросу тогда? У него была личная встреча с господином Эрдоганом. Вы думаете, что это все было по просьбе Эрдогана сделано? Я не знаю, что ли по просьбе Эрдогана, но у Плохотнюка была личная встреча с Эрдоганом, это раз. И два, наверное, для того, чтобы как-то... Ну, даже не один раз, кажется, два раза они встречались. Да, два раза встречались, я думаю, для того, чтобы как-то, ну как поэлегантнее выразиться, да, как-то подыграть Эрдогану, да, как-то войти в его доверие, да, он решил по запросу турецких властей, потому что турецкие власти обратились во многие страны, кстати, во многие, в Тиргизию, в Казахстан, и к нам, и в Австрию, они везде борются с этой сетью Гюлена, да, Фетулаха Гюлена, сеть Хизмет. Я когда-то, кстати, писал про Девлин-Девлет, да, глубинное государство турецкое, с которым борется господин Эрдоган. И они обращались во многие страны, и из многих стран высылали, кстати, из Тиргизии, там, из Казахстана, из Азербайджана, по-моему, высылали, да, вся эта сеть была уничтожена во многих государствах, чтобы вы понимали. Ну и не просто так, они участвовали в госперевороте. Да, и не обязательно было, как вам сказать, чтобы Эрдоган лично обращался, как бы, ну, не царское дело, да, не царское. Но, но, обращались официальные органы. Плохотнюк понимал, да, что для Турции это жизненно важный момент, жизненно важный, и для Эрдогана лично это жизненно важно. И поэтому он, скорее всего, решил подыграть Эрдогану, понимаете, для того, чтобы потом при личной встрече сказать, ну, господин Эрдоган, вот, видите, я вам сделал жест положительный, вот я вам выслал аж семь учителей, да. По беспределу. По беспределу, да. Ну, вы думаете, что Эрдогану это польстило бы, что по беспределу выслали липец, да. Ну, он не сказал по беспределу, он сказал, вот я вам, да, упаковал их, привез туда-сюда, да, доставка на дом, правильно, да, вот, как пиццу доставил, чуть ли не вам. Ну, я думаю, вы это учтете, да, когда мы у вас попросим кредит или грант, там, или еще что-то, да. Они же так работали. И для меня, я был убежден, просто убежден, что разучаствовал СИБ, участвовало это бюро по миграции, да, это два, разучаствовали силовики во всем этом, которые подконтрольны Демпартией. И четыре, и четыре, что началась медийная атака на президента, которому СИБ не подчинялся, которому бюро по миграции не подчинялось, понимаете, которому армия не подчиняется, ничего не подчиняется. А началась атака на президента, что именно президент виноват в этой высылке, я сразу понял, это фирменный стиль Демпартии. Украли миллиард, кричали, что, а, приватизировали они Бен, кричали, что приватизировал Филат. Украли они миллиард, да, кричали, что это там инопланетяне чуть ли не, или Путин не украл, да. А сейчас же, я читаю, Путин украл миллиард, понимаете, украли, выслали этих учителей, кричали, что Бадон виноват, да, и так далее, и так далее. Это их фирменный стиль, имея мощнейший медиахолдинг, перебрасывать вино на других. Хорошо, господин Сергеев, я вас поняла, спасибо, вопросов очень много. Например, я вам хочу сказать, что люди, избиратели, те, кто голосовал за большинство, хотят знать, когда будут реальные дела. Когда будут повышены пенсии, когда будут повышены заработные платы, когда придет поток инвестиций в нашу страну и начнет развиваться экономика. Конкретно, когда это будет? Мне там даже некоторые товарищи, специально обученные, да, Демпартии и проплаченные, понимаете, я их называю придворными такими блогерами, писали, даже мне вот на моей страничке, да, в соцсетях, когда будет хлеб по 16 копеек, когда будет колбаса по 2,20, мне там пишут. Я говорю, слушайте, а зубы золотые вам и так далее. А вопрос-то в чем? Действительно, граждане задают правильные вопросы, правильные, потому что мы, к сожалению, не Монако, мы не Мальдивы, да, мы не Лихенштейн, где там зарплата 5000 евро, и они жалуются, недовольны, голодаем по 5000 евро, да, у нас средняя пенсия 1700 лей, это средняя, на самом деле у большинства населения 800 лей пенсия в сельском хозяйстве и так далее. Люди вправе спрашивать, хотя я вам скажу так, на дворе, на дворе глубокий экономический кризис, бюджет пустой, правительство только 3 месяца, даже меньше, я бы сказал, как находится у власти. Внешнее финансирование было заморожено. Экспорты в Российскую Федерацию, да, тоже кое-как Додон добился для 200 предприятий. Остальные предприятия не могли экспортировать, понимаете, цена на электричество поднялась. Вот Наре, видели, Наре, где люди Плохотнюка сидят, вся команда Плохотнюка, там чуть ли не все его на наши, ТЭЦ Куметри на нашего Тураша, да, сидят в Наре, и они же повышают, да, именно сейчас вот они решили повысить вот эту цену на электричество, причем повысили реально по беспределу, да. Но давайте посмотрим все-таки, что происходит. Несмотря вот на этот кризис, на пустой бюджет, на эти грабежи, которых сотни госпредприятий были распроданы, ниоткуда деньги брать, понимаете, вот в стране фактически денег нет. Ну, вот вы видите так, вы рассказываете, что люди видят, они, значит, получали пасхальные 600 леев, разовую помощь, они получали пособие по 200 леев для детей, которые не достигли 18 лет. Все это сейчас отменилось, и люди негодуют. Сколько лет у власти Плохотнюк находился? С 2009-го, да, 10 лет. И вот именно перед выборами, один раз за 10 лет, после чего украли миллиард, вем и так далее, они дали из госбюджета последние деньги, по 600 леев, вот дали на Пасху и на Рождество пенсионеров. И, конечно же, они... Ну, как говорится, уходи красиво, люди это запомнили. Нет, нет, стой, уходи красиво. Так он им просто дал, просто хочешь дать, давай. А так, он еще написал письмо, где написано, люди добрые, вот я вам даю по 600 леев, меня зовут Плохотнюк. Не забудьте, что я вам дал эти 600 леев не просто так. Скоро выборы. И если вы не проголосуете за меня, вы не увидите 600 леев, понимаете? И так и было. Как он ушел, все эти деньги исчезли. Скажу так, как есть. Во-первых, недавно вышла министр Минздрава, и она обещала, что уже есть проект по повышению зарплат сотрудникам медицинской сферы. Это первый пункт. Второй пункт. Вышел президент с несколькими проектами. Первый проект, который был уже выдвинут 1 августа, насколько я помню, по индексации, два раза индексации пенсий в год. Как это было при правительстве Гречаной, при Игоре Николаевиче Додоне, когда индексировали два раза в год по 18%. Правительство, многоуважаемое правительство Филиппа, я вам напомню, в 2019 году индексация пенсий была запланирована на 3,5%. На 3,5%. Почему это, об этом не говорят, понимаете? Вот 3%, это нормально? Это человеческое отношение к пенсионерам. При Додоне было 18%, здесь 3,5%. Вот. А до этого было 7%, понимаете? В другие годы по 5%. Вот оно отношение Плохотнюка. 10 лет стоял в власть, ничего не делал. Сегодня, вот еще раз говорю, есть проект по повышению зарплат в медсфере, два, в медицинской сфере, два. Да, есть проект президента по индексации пенсии два раза в год, который с января начнется. С января начнется. Когда будет придано новая бюджетная налоговая... Но там только для пенсионеров, которые имеют определенный размер пенсии минимальной. Слушайте. А те, которые имеют немного больше. Третий пункт, я вам скажу здесь по этому поводу. Предусмотрено, предусмотрено. Вот на днях выходил президент, да, с новым законопроектом по праву одного из супругов, одного из супругов, пенсионеров, получать пенсию еще 5 лет, даже после смерти супруга, понимаете? Вот это нововведение действительно очень хорошее, да, которое мы всю жизнь платим. Потом в 62 года мы умираем. Да, только вышли на пенсию, в тот же год мы умираем. У нас 67 лет среднее где-то. Это очень важное подспорье. Более того, президент сегодня на днях вот тоже вышел с законопроектом, согласно которому вот эта помощь, да, для отопления зимой, для коммунатных услуг, да, которые живут на зиму. Пособие. Правильно, пособие, в котором было 350 лей, оно должно увеличиться до 500 лей. И это предложение президента, да, вот по социальным сферам. Более того, у президента тоже были вот и другие социальные инициативы по этому поводу, да, которые, я надеюсь, да, что они улучшат в этом плане ситуацию. Просто понимаете, господин Сергея, у президента очень много инициатив разных предложений, но не всегда они находят одобрение у ваших коллег. Почему? Не так ли? Нет, нет, нет. Есть очень много моментов. В первом голосовании уже приняты, и они будут приняты, потому что есть договоренность с правительством, есть договоренность с партнерами по Альянсу, что все эти вот, скажем так, инициативы президента, они будут приняты. Хорошо, господин Сергеевич, у нас времени мало остается на вопросах, у меня очень много, я хотела бы, чтобы вы отвечали сейчас максимально коротко, но существенно. Вот Европа снова хочет нас финансировать, в обмен на что? Вот бесплатный сыр, он все-таки, он только в мышеловке бывает, не так ли? Вы знаете, когда мы говорим про это финансирование, понятно, что я к таким финансированиям всегда относился с определенной долей скепсиса. Ведь речь шла о том, что нам еще с 2016-2017 года заморозили это макрофинансирование, макрофинансовую помощь в 100 миллионов евро. Но эти 100 миллионов евро, нам говорят, что это помощь, на самом деле она разделяется как? 60 миллионов это кредит, и 40 миллионов это помощь. В чем плюс, в чем плюс вот этих 40 миллионов, то есть это грант, да, без процента, без, что он идет фактически напрямую в бюджет. Напрямую в бюджет. И я вам скажу более того, я себе даже где-то, я писал об этом, да, что вот эти деньги, эти деньги раздроблены, соответственно, да, по определенным категориям, да. То есть они идут на социальные проекты, на создание рабочих мест там в южных районах, да, на определенные, на социальную инфраструктуру и так далее. То есть это будет хорошее подспорье. Плюс, понятно, будут донорские, донорская помощь, плюс есть этот меморандум с МВФ. Когда вы меня спрашиваете, да, вот, а что конкретно взамен? Безусловно, Евросоюз, Евросоюз никогда не дает денег просто так. Я думаю, что взамен им нужно давать как минимум те декларации, которые делает Майя Санду, Нику Попеску и так далее. Что мы продолжим евроинтеграцию, это раз, да, это святое. Что нам не по пути с Евразийским Союзом. Да, что мы не... Они об этом не говорят, они говорят... Подождите, подождите секундочку, я процитирую СМИ. Два, сгружение СНАТО. Я процитирую СМИ, господин Цирдя. Правительство Республики Молдовы не намерено предпринимать какие-либо шаги в отношении интеграции в Евразийский экономический союз. Вот сообщил министр иностранных дел европейской интеграции Нику Попеску буквально на днях. Вот скажите, вот вы говорите, у нас такие хорошие взаимоотношения. Вот вы сейчас. Скажите, пожалуйста, вот долго, много раз еще ваши партнеры будут объявлять день жертв, праздник, жертв сталинизма, нацизма. Господин Попеску часто будет делать такие заявления? Вот вы говорите, у вас все так прекрасно. Я говорю, что... Вы сейчас говорите, мы в унисон, мы работаем с нашими партнерами, у нас все замечательно. Они принимают все правильные решения. Не получится ли в какой-то момент, как в известной басне Крылова, лебеди, раки и щуки? Это уже получается, я цитирую СМИ. Я вам скажу так, как есть. То есть, вы же видите, что мы в начале, когда сформировали альянс, так называемый, да, мы договорились только по одному пункту. То есть, диалегархизация? Диалегархизация. Все. Когда меня сегодня... Вот вы меня сегодня спрашиваете, да, вот меня вызвали, да. Сейчас спросите про камень Димпу, когда снимете, да, когда русский язык вернете, когда русский язык вернете, когда, понимаете, гей-парада запретите и так далее. Вот вы меня сейчас спросите, а я вам скажу, я вам скажу, мы с Майей Санду, когда сели, создали альянс, мы не договорились по повышению пенсий, мы не говорили про экономику, мы не нашли консенсуса ни по одному пункту, вы понимаете? Хорошо, сейчас вы говорите на эти темы. Ни по социалке, ни по экономике не нашли консенсус, ни по внешней политике. Мы нашли только по одному пункту. Где за олигархизация? Ну, это соглашение будет вписаться или нет? Посмотрим. Избавиться от режима Плохотнюка. Все. Посмотрим на что. Мы по этому не договорились. Объясняю вам. Мы бы договорились только по одному пункту. Вы понимаете это? Хорошо. Вы меня спрашиваете сегодня, когда зубы золотые будут там у всех. Когда то. Я вам объясняю. Ребята, я сам хочу, чтобы у всех были зубы золотые. Я не против. У нас по одному пункту. Вы понимаете, что это не власть. У нас нет соглашения об альянсе сегодня. Нет соглашения об альянсе. У нас только один министр из десяти в правительстве. И тот по Минобороне. Понимаете? У нас ничего нет. Мы продерживаем, чтобы избавить страну от Плохотнюка. От этой криминальной системы. Когда люди, когда исчезали люди. Понимаете? Когда были схемы. Когда бросали людей в тюрьмах и убивали их там. Понимаете? Вот от этой системы мы хотим избавить людей. Да, по ходу мы пытаемся приходить с инициативой. Вот как вышел президент. По материнскому капиталу разработан закон. По индексации пенсии два раза в год. По пособию на зиму. По соцпомощи на зиму. До 500 рублей. Вот я вам говорил, эти проекты. Другие проекты. Мы выходим с ними. Мы договариваемся с Майсанду. Мы договариваемся с блоком Акум. И мы пытаемся все это продвигать и социальные программы. И дезолигархизацию. А Майсанду, она и ее правительство. Понимаете? Правых вы не поменяете за день. Они всю жизнь говорили евроинтеграция, шлимба, румына, уника, стопына. Все. Они об этом всегда говорили. Говорят и будут говорить. Вы им хоть, я не знаю, хоть на ушах спляшите, станцуете. Они все равно будут это говорить. И мы ничего поделать не можем. Тогда и мы будем говорить. Президент, господин Папеску едет в Брюссель, говорит о евроинтеграции. Господин президент Игорь Дадон едет в Россию и говорит об углублении отношений с Россией, о зоне свободной торговли и так далее. Но я вам напомню все-таки по вашему вопросу. Первое. Тот же господин Нику Папеску заявил на встрече с Лавровым, что мы будем соблюдать договор о дружбе и сотрудничестве с Россией в 2001 год. Это раз. Два. Мы будем сотрудничать в рамках зоны свободной торговли с СНГ. Прошу не забывать об этом. Три. У нас заработала межправкомиссия, межправительственная комиссия, да, молдороссийская, которая не работала три года, благодаря в том числе Плохотнюку. Четыре. У нас заработала группа парламентской дружбы Молдова-Россия, которая тоже с 2017 года ни одного заседания этой комиссии, ни один депутат исправящего большинства не ездил в Россию. Был запрет на посещение СНГ и России. Сегодня этот запрет снят. Снят запрет на посещение журналистов из России в Республику Молдовы. Ни одного арестованного, ни одного депортированного. Более того, на сайте парламента, сайт парламента появился и на русском языке. Ведь есть это. Не было 10 лет, сегодня это появилось. На русском языке, рубрика, ру. Более того, на днях, вот вы же видели, наверное, Совет по недискриминации выдвинул предложение, чтобы все лекарства, медикаменты и так далее были вкладыши на русский язык. Мы это поддержим. Мы будем за это бороться, понимаете? И я вам скажу и другое. Да, есть заявление господина Попеску, есть заявление там ЦИКУ и кто там еще, да? Который всегда у этих унионистов, депутатов. Но, тем не менее, тот же Нан Той, который всю жизнь кричит, что во всем виноват Путин, да? У него везде Путин, понимаете? Виноват. Да, виноват. В том числе и этот запах в городе тоже Путин там что-то сделал, я уверен. Но он был же в Москве. Они были в Москве. Господин Слуцарь, господин Нан Той. Да, и риторика их поменялась, я согласна. В Думе встречались и так далее. Хорошо, вы сейчас столько прекрасных аргументов, господин Сарья, привели. Нет, я что, сказал, что прекрасно? Прекрасно? Нет, вы сейчас говорите. Вы сейчас даете аргументы, хорошие аргументы, продуктивные аргументы, о которых очень много тоже говорили люди, которые очень важные. Почему тогда вы не можете конкретно ответить на вопрос, будет ли подписано соглашение между господинами Охом? Знаете, сегодня, по-моему, сегодня, если я не ошибаюсь, или вчера президент страны заявил, что это соглашение будет подписано. Имеется в виду, что здесь нюансы очень важные. Будет подписано вот это соглашение между ПСРМ и Блоком Охом, с одной стороны, в котором как бы предусматривается, я так понимаю, еще не видел, соглашение разрабатывается, что между президентурой, парламентом и правительством будет дальнейшее сотрудничество по определенным пунктам, да, и не будет политической атаки во время избирательной кампании. И по определенным пунктам, по реформе в юстиции, по реформе в прокуратуре, по борьбе с коррупцией, да, какие-то социальные, наверное, будут и так далее. Но, но, господин Андрей Настасов, к примеру, говорит, наши предлагали, чтобы депутаты все подписали, и министры, и так далее, чтобы это был весь альянс, да, охвачен. Ну, господин Настаси вдруг, да, внезапно прозрел и заявил, что он не обязан это подписывать, да, потому что, что вам, говорит, недостаточно, что президент, парламент, целый спикер, да, и целый премьер министр подписывает, зачем еще должен я там, и так далее, подписывать. Почему она этого не хочет? Сказал, что он лично не подпишет. Потому что начинаются выборы мэра. Но в свете последних дней, мне кажется, что между вами, так скажем, политформированием, да, и его лидером пробежала какая-то кошка. Почему, раз вы находитесь в союзе, определенно вы не договорились о кандидатуре, общей кандидатуре на пост генпримара? Кто-то должен быть этой общей кандидатурой, скажите мне, пожалуйста. Понимаете? Вот еще вопрос. Об этом надо было думать заранее. Нет, а что думать? Вот сидят два человека, да, к примеру, ПСРМ хочет, чтобы Чебан был мэром, да? У человека три образования. Кроме этих из Молдовы, у него еще три в Париже, в Германии и в России. Три мастера человек имеет. Он делал, он обучался три года, чтобы управлять городом. Он там построил пару сотен стадионов, пару тысяч скамерек, пару фонтантов. Почему его не выдвинули? Так, понимаете, дело в том, что мы хотим, чтобы был Чебан. Блог Акум, вернее, платформа, да, очень хочет, чтобы был Андрей Настас. При этом и Чебан, наверное, я не знаю, видит себя мэром, а Андрей Настас точно видит только себя мэром, а потом президентом. Он об этом и сказал. Я хочу стать мэром, чтобы потом, через год, да, вытрясти до дона с должности из кресла президента. Вот он так заявил на одном телеканале. В результате этого понятно, что добиться консенсуса по общей кандидатуре вот на морских выборах, это ну нереально. Как говорил, да, султан Сулейман, скорее Дунай кверху потечет и небо на землю упадет, да, чем я отдам Измаил. И то же самое и здесь. То же самое и здесь. Никто, ни о каком консенсусе здесь речи быть не может. Здесь речь ведь о власти. А примария столицы это же ключевой, ключевой инструмент, скажем так, в системе властной иерархии. Поэтому здесь консенсуса не будет. Я думаю, что лидер ППД Андрей Анастасов, он будет жестко, жестко атаковать Чебана. Почему он будет, сейчас вам объясню просто. У Чебана сотни дворовых площадок построил, понимаете, сотни, десятки стадионов, пару тысяч там скамеек. Он запустил фонтаны там поющие, танцующие на ботанике и так далее. Он запустил, он починил десятки, если не сотни, крыш, понимаете, домов и так далее. Он уже, ему есть чем идти. Он идет к избирателю, говорит, ребята, вот я сделал это, 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 это. А избиратель Кишнева выбирает между, опять же, русскими танками и сапогом НАТО, не так ли? Или вы думаете, что в этот раз не будет такого? Ну, так хочется, чтобы были вот такие выборы, понимаете. А вы как считаете, как политолог? Я вижу, как депутатам, многим депутатам вообще, не только вам, которые приходят в нашу студию, они не могут дать четкого ответа ни по будущему подписанию соглашения, они не могут дать четкого ответа... Нет, соглашение будет подписано. По многим моментам. Я вам ответил четко, соглашение будет подписано. Будет подписано соглашение. На какой срок? Я думаю, что вот в ближайшие дни. На какой срок оно будет подписано, как вы думаете? На какой срок, я не знаю. Вот про какие там сроки будут конкретно, да? Я думаю, что, скорее всего, это на полгода, то есть до сам выборный период, до Нового года. Я так предполагаю, но не знаю. Хорошо, как политолог, как вы считаете, как долго протянет этот союз или конгломерат, как вы его называете? Ну, знаете, конгломерат сказано громко, многочестен. Вы сами в средствах массовой информации говорите. Вы не называете его еще бандой. Меня это искренне радует, честно. Я не могу себе такого позволить в эфире, по крайней мере. Я, допустим, по отношению к альянсу демократов, да, с этими назвал их бандой. Вы политолог, я как журналист не имею права высказывать своего мнения. Они с пониманием относились к моим заявлениям, да, и даже где-то соглашались. Говорят, спасибо за оценку высокую. Хорошо. Как бы, а насколько это будет, я бы хотел года два, чтобы было. Года два, чтобы было. Я так хотел, я так хочу лично, потому что я считаю, что за три месяца дезоргархизацию провести невозможно. За два-три месяца дезоргархизацию провести невозможно. Нужно хотя бы года два. Потому что люди почему жалуются? Они идут в село, смотрят, мэр – демократ, директор регистра – демократ, директор медпункта – демократ, директор школ – тоже демократ. Они понимают, что ничего пока не изменилось. Почему? Потому что это дезоргархизация. Все предприятия, возьмите металлфероз, возьмите регистр, возьмите молдация, возьмите какую хотите, ЖДМ, железную дорогу. Там все демократы на наш латурашку, мэтр, сверху донизу. Прокуратура – то же самое. СИП – то же самое. Судебная система – то же самое. Они же со смеху умирают с нас, вы понимаете? Со смеху. Они отпускают, они отпускают. Вот есть один кикбоксер, не хочу называть его имени. Убил человека, отсидел два-три года. Сейчас его отпускают досрочно. Почему? Я вам скажу почему. Чтобы люди говорили, а вот пришли к власти, воров отпускают. Понимаете? Вот почему. То есть система олигархическая сохранилась еще. Система сама. Да, я говорил вначале, что изменилась. Изменилась в центре. Люди задышали легче. Схем новых не делают, не воруют, не приводят. Но сама система еще на местах, она работает. Для этого нужно года два, чтобы разобраться, чтобы снять все. А тут сидят три партии, как вы говорите, лебедь, рак, щука. Понимаете? И они не могут договориться. Очень тяжело идет процесс. Договоренности. Договоренности. Достижение договоренности. По всем пунктам. Тяжело идет. Но слава богу идет. Слава богу идет. Уже лучше так, чем никак. Уже лучше, как сегодня происходит. Медленно, может быть, неповоротливо где-то. Но все-таки идут медленные движения к лучшему. Хорошо. Богдан Кайдарович, в завершении нашей программы я хотела бы, чтобы вы просто как политолог сделали свои какие-то выводы. В преддверии местных выборов понятно, что самая большая схватка будет за муниципием Кишинев. Поумнеет ли, помудреет ли, простите, наш избиратель будет голосовать снова по геополитическому, так скажем, своему какому-то, по геополитическим взглядам? Или же он будет делать какие-то конкретные выводы? Вот даже ваш руководитель, ваша коллега Зинаида Петровна Гречана сказала, что сделаем все возможное для того, чтобы это была борьба идей. Мы сделаем все возможное. Вот что будут делать наши оппоненты. Вы договаривались с ними? Хорошо. Госпожа Санду говорила об этом? Госпожа Санду согласна на заключение соглашения. Но я убежден, что демократы и все их сателлиты, Ренат Усад, Иоанн Шор, Дорин Тертуак, Либеральная партия, Натова Шалару и другие сателлиты демпартии, они будут навязывать геополитическую истерию. Они уже кричат, о, власти, мы прогнали Плохотнюка, получили Путина. Вы представляете себе, как-то здесь путинцем рулят. Это вообще маразм какой-то. Мы, власть альянс Коза, который всех прогнул, всех согнул, всех надо избавить от этого альянса. И вот они будут истерить, что опять русские танки, опять Путин, опять рука Москвы, опять ФСБ, опять зеленые человечки, прогнали голубых человечков. Вот такой маразм будет. И понятно, что они попытаются вот эту истерику навязать геополитическую. И понятно, что риск есть большой, что выбор опять будет идти по этому сценарию, о котором вы говорите. Потому что так было все эти, боюсь сказать, после 10 лет точно так было. До 90-х годов никогда левые не выигрывали в Кишиневе. Вы знаете, было только один раз, в 2011 год, когда Додон с первого турбуртура набрал 51%. Ну и что в итоге? Вышел ЦИК, вышел Центроизбирком. Чем это закончилось? Начальник Чиневского центра без гома поздравил Додона с победой, объявил победу Додона, все с медалью победы Додона. Потом были звонки откуда-то, сами понимаем откуда. И вышел уже начальник национального ЦИК, многоуважаемый, по-моему, Юрий Чуканда, который заявил, мы ошиблись. Он победил по Кишиневу, но мы не посчитали еще по пригородам. Ребята, вы что, всех за идиотов считаете? Вы вышли тогда и сказали, Игорь Додон победил на мэрских выборах города Кишинева. Он победитель в этой гонке. Потом через пару часов вы вот так делаете. А реально, да, если по большому счету смотреть, всегда правые за счет. В первом туре правые, левые набирают 47, 45, 47. Во втором туре подключаются пригороды, которые, как обычно, всегда им наплевать, кто там оппонент. Вы считаете это справедливым? Знаете, в чем проблема? Такое распределение электоральное. Конечно, это несправедливо. А почему вы как депутат не выйдете с инициативой законодательной? Вот так к власти пришел Дарин Тертуака. И рулил. И рулил. И чему он дорулил, понимаете? Вот видите, что сейчас в город не выйдешь без противогаза. Депутаты не выходят с такой инициативой. Вот это Дарин Тертуака. А для того, чтобы выйти с какой инициативы? Вот объясните мне. О том, чтобы изменить. Что? Как? Изменить территориальное отделение. Почему пригороды должны... А кто пойдет на это? Это должны только депутаты. Да, а какие депутаты пойдут? Богдан Кайдорович, мне кажется, вы имеете депутатский мандат или нет? Стойте, стойте. Ваши коллеги... Я имею один мандат. Партия имеет 35 мандатов. Нужно 51 мандат, да? 51 мандат, чтобы принять. Откуда вы найдете людей, которые пойдут на это? Никто не проголосует это. Понимаете, это раз. Два. В самой партии социалистов, я не знаю, если многие решатся на такие, мягко говоря... В партии социалистов не решатся на такое? Да, если решатся на это. Потому что это что значит? Если ты голосуешь за этот проект, который вы предлагаете, ты отсекаешь пригороды от голосования, ты их отсекаешь от муниципия Тишинева. Ты должен ставить сам Тишинев и пригороды отдельно. Они не часть Тишинева должны быть. Я так понимаю то, что вы предлагаете. То есть вы тогда против того, что я предлагаю. Да, и это никому не понравится. Понимаете? Вот в чем проблема. Поэтому здесь нужно пытаться как-то... Такие идеи были, кстати. Еще и в 2000-х годах коммунистам предлагали то, что вы сейчас говорите. Но они не решились, кстати. Воронин так и не решился. И вот так проиграл мэрию Дарину Тиртока. Дарин Тирток потом с Филатом поднялись, взяли мэрию. И потом стянули самого, прогнали пеньками самого Воронина. Чуть ли не до Днестра его гоняли. Слава Богу, что вовремя европейцы за него слово замолвили. Ну, оставьте его. Он подписал с НАТО план действий. Он подписал с Евросоюзом план действий. Он развернул курс с России, с Востока на Запад. Он историю румын не трогал. Он там Россию мочил. Он Приднестровье блокаду организовал. Свой пацан, оставьте его в покое. И оставили его. Никого не посадили. Я вам напомню. Вы сейчас обвиняете этот альянс. А когда коммунисты приходили к власти, они орали там. Да мы посадим там всех олигархов. Начнем с Турзы там, закончим чуть ли не Лучинским. И что? Кого посадили? Потом Филат, когда пришел к власти вместе с Уретиану, с Тертуаком, с Демпом, кричали, что они всю компартию чуть ли не пересажают. И? Кого посадили? Но вы сейчас тоже с ним уже настроем пришли. Никого не посадили, правильно? Мы пришли с настроем, и мы работаем. Есть комиссии в парламенте, есть обращение в прокуратуру. Вы же видели. Вы же видели. И Ланшор сегодня в международном розыске. Завтра и его друг, многоуважаемый Владимир Дергиевич, тоже будет в международном розыске. Понимаете? Мы не отходим от своих задач, принципов и целей. У нас была задача, да? Мы стараемся вот этот процесс дезагротизации довести до победного, скажем так, конца. Посмотрим, что получится у нас. Посмотрим. У нас же не вся власть, к сожалению. 35 мандатов, это не 51 мандат. Будет 51 мандат, тогда бы я отчитывался с радостью за все наши достижения или за провалы. По крайней мере, здесь, в студии, понятно, что вам интересны провалы наши, а не достижения. Понимаете? И это, наверное, правильно. Мы с вами сегодня в формате 1 плюс 1, поэтому я должна оппонировать и задать все вопросы, которые волнуют общественность. Богдан Кайдарович, спасибо вам за то, что уделили нам время. По традиции, когда у меня один гость, я всегда в конце программы предоставляю ему слово. Если бы вы хотели обратиться к нашим телезрителям, что-то им сказать в этот день, то я предоставляю вам эту возможность. Ну, я хочу сказать телезрителям одну простую мысль. Да, действительно, данное правительство, данное большинство далеко не святые. Да, далеко не святые. Я критиковал часто наших сегодняшних партнеров и не отказываюсь от своих слов. Все, что я говорил раньше, да, оно соответствовало на тот этап, скажем так, объективной реальности. Это было правда. Я тогда говорил, сейчас говорю. И сейчас не боюсь этого. Но я скажу нашим телезрителям одну простую вещь. Да, сегодня повысились налоги НДС. Да, сегодня повысились цены на электричество. Будем бороться с этим, решать. Да, сегодня еще не посадили воров, бандитов. Да, еще не вернули многие предприятия и так далее. Но будем делать все возможное, чтобы эти вопросы решить. Это первое. Второе. Будем делать все возможное, да, для того, чтобы все эти схемы, все эти монополии, все эти бандиты, да, все они, во-первых, вернулись, предприятия эти и так далее, вернулись в госсобственность. А бандиты вернулись там, где их место, то есть в тюрьму. И последние, последний мой месседжи, да, обращение для избирателей следующее. Да, сегодня плохо, но при плохотнике было лучше. Вот сегодня вы слушаете некоторых критиканов, да, власти, которые получают деньги от Демпартии и так далее. Хорошо, упадет это правительство, кто вернется? Вернется плохотнюк, понимаете? И тогда он ограбит вас, снимет вас не 7 шкур, а 27 шкур, понимаете? И заводите, и заводите, пуще прежнего. Я обращаюсь это с полной серьезностью. Все те, кто сегодня критикуют, два месяца, два дня не прошло, уже начали мочить это правительство, это больше со всех сторон, понимаете? Со всех сторон, плохотнюка терпели 10 лет, вот этот грабеж, вот эти убийства, понимаете? Вот эти схемы, вот эти издевания, 10 лет терпели. Здесь прошло два дня, понимаете? Воют, как будто конец света, как будто я не знаю, что произошло. И воют они те, кто страдают. Не пенсионеры, не учителя, не медики. А воют вот эти ребята с золотыми зубами, с парализованными пальцами, понимаете? Он сидит в айфоне в Порше и пишет нам гневные комментарии в Фейсбуке. Да, как все плохо, пухну с голода, да, умираем, тяжело, туда-сюда. Не хватает на Куршавель. Да, вот эти часто пишут эти вещи, да. И понятно, что сами граждане, которые бедствуют, на фоне этого, да, они действительно начинают быстро разочаровываться. Но я вам скажу так, уважаемые граждане, разочаруете сегодня быстрее, быстрее, чем это надо и чем это нужно, да, для ситуации. Увидите, что от этого выиграет только Плохотнюк. Он сегодня сидит, смотрит, наверное, эту передачу, смотрит, что у нас творится в стране, и буквально тает от счастья и говорит, спасибо вам, господа критикан, «Каждая ваша критика повышает мой шанс возвращения в страну». Вот это я хотел сказать нашим гражданам. И надежда всегда должна быть. Почему? Потому что после черной полосы всегда бывает белая полоса, понимаете. Черную полосу мы прошли, мы уже заканчиваем этот период черных, черной полосы, да, десятилетней. И я думаю, что вот после этой длинной черной полосы в десятилетии у нас все-таки начнется полоса белая. И уже, по крайней мере, вот этот элемент уже я вижу. Вот как-то так. Спасибо большое, господин Цирдя. Дорогие телезрители, время нашего эфира подошло к концу. Я напомню, что сегодня мы обсуждали тему «100 дней власти правящего большинства». Мы с вами встретимся завтра, также в эфире программы «Главное». Я напомню, что гостем программы сегодня был депутат парламента, представитель фракции партии «Социалистов», политолог Богдан Цирдя. Я желаю вам хорошего вечера. Напоминаю, что впереди вас ждет сегодня еще много интересного, о чем вам расскажут мои коллеги. Не переключайтесь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok